Первый блок – геометрические неравенства, второй будет близкий по теме комбинаторной диаметрии. Первая задача – доказать, что диагональ в многоугольнике, ну, точнее, сформулировано как, может ли в некотором многоугольнике длина некоторой диагонали быть больше полупериметра. Ну, ответ здесь отрицательный. Конечно, длина любой диагонали не превышает, ну, и даже меньше полупериметра. Да, прежде чем говорить о неравенствах, ну, геометрических, совсем короткий обзор того, что бывает. Ну, во-первых, это неравенство треугольника, сумма двух сторон больше третьей, ну, или его такая обобщенная версия для произвольных трех точек, верно, там, нестрогое неравенство, которое обращается в равенство только если точка С попадает на отрезок А, В, то есть такое обобщенное неравенство треугольника. Ну, а многократным его применением, да, можем доказать неравенство многоугольника или неравенство тоже геометрически очевидное, о том, что длина отрезка не превышает длину ломаной с теми же концами, да, то есть, так можно сказать, неравенство многоугольника. Ну, собственно, вот я уже готов рассказывать решение за задачи 1. Ну, вот пройдемся по контуру нашего многоугольника двумя способами. В одном случае пусть мы набрали длину L1, да, длина ломаной, а в другом случае длину L2. По указанному нами неравенству вы имеете следующее неравенство. Ну, а дальше что можно сделать? Либо их сложить, первый вариант, и вы получаете L1 плюс L2, это как раз периметр, значит, диагональ меньше или равна полупериметру. Ну, либо же, как вариант из этих двух величин L1 и L2 выбрать меньшую, она будет не превосходить полупериметр. То есть, сразу получается решение задачи. Продолжим еще немножечко вот про обзор. Что еще интересного бывает? Ну, вот против большей стороны треугольника лежит больший угол. То есть, если у вас A больше B, это эквивалентно тому, что угол альфа больше угла бета. Ну, это можно и не пользуясь теоремой синусов, вывести там геометрически. В частности, если треугольник тупоугольный или прямоугольный, мы знаем, что напротив этого наибольшего угла прямого или тупого лежит большая сторона. Ну, в частности, для прямоугольного треугольника гипотенуза больше катит или наклонная больше проекции, что практически то же самое. Вот. Ну, собственно, может быть, что-то у нас полезное еще появится в процессе разбора задач, но самая такая грубая выжимка – неравенство треугольника, и против большей стороны лежит больший угол. Этого уже хватает, чтобы решить достаточно много интересных задач. Давайте посмотрим на следующее. Остроугольный треугольник. Точка М бегает по стороне, вот ее можно выбирать произвольным образом на стороне АБ. Опущены перпендикуляры МП и МКУ. И рассматривается вот длина отрезка ПКУ. Для разных положений точки М какой-то свой отрезок ПКУ будет. Интересно, когда ПКУ минимальный. Когда у него минимальная длина. Для какого положения точки М? Давайте подумаем, как захватить длину вот этого отрезка ПКУ из этой картинки. Что можно сообразить, вот глядя на эти прямые углы? Окружность. Причем ПМ, КУ и С лежат на окружности. Из-за прямых углов СМ это диаметр этой окружности. А ПКУ это хорда окружности. Значит, длину хорды мы знаем, как захватить, да? Как быстренько вычислить. Для этого нужно знать как раз диаметр, который сразу, скажем, равен СМ. На синус угла, который опирается на эту хорду. Ну, в данном случае очень хорошо подойдет угол С, потому что он есть величина постоянная. Он никак не изменяется от того, что мы точку М там двигаем по отрезку АБ. Понятно? Ну, а теперь задача. От задачи ничего не осталось. Получается, я вычищаю всю картинку, стираю все лишнее. И мне нужно положение точки М, для которой СМ наименьшее. Ну, понятно, да? То есть, когда у вас проведена высота. СМ наклонная, больше или равна, перпендикуляра. Вот это положение и будет искомое, для которого ПКУ принимает наименьшее значение. Следующее. 3А пункт. У нас выпуклый четырехугольник АБЦД. И мы интересуемся, естественно, вопросом. Для какой точки Х? Ну, можно даже не ограничиваться внутренностью. Для какой точки Х плоскости сумма расстояний до вершин четырехугольника принимает наименьшее значение. Минимально. Классическая постановка, экстремальная задача. Ну, ее можно ставить для разных других многоугольников. Ну, вроде бы, в самом простом случае для треугольника, да, для... Например, я ищу точку Х с минимальной суммой расстояний до вершин треугольника. Какой будет ответ на какой точке Х минимум? Да, да, да. По крайней мере, для треугольника, у которого, ну, для остроугольного, или даже чуть более общего, у которого все углы больше 120 градусов, это точка Торричелли. Меньше 120 углы, тогда внутри есть такая точка, из которой все стороны видны под углами 120. Но это нам не потребуется, это такое отступление. На самом деле, эта задача про точку Торричелли, она известная, но она сложнее, чем задача про четырехугольник. Для треугольника сложнее, вот по какой причине. Для четырехугольника есть хороший кандидат, да, на этот минимум. И это действительно точка пересечения диагонали. Давайте оценим эту сумму, убедимся. Будем оценивать вот каким образом. Причем вот это неравенство обращается в равенство, как мы знаем, тогда и только тогда, когда точка Х живет на отрезке БД. Ну, аналогичная вещь, справедливо. Мы получаем оценки, которые достаточно сложить. Давайте для краткости нашу сумму из кома С обозначим. И вы понимаете, что наше С не меньше, чем сумма диагоналей. При этом все знаем об обращении в равенство. В равенство мы обращаемся тогда и только тогда, когда точка лежит на каждом из отрезков АС и БД. То есть совпадает с их пересечением. Задача 3А решена. Задача 3Б с той же постановкой, но с другой конфигурацией точек. Значит, комбинаторно другая конфигурация точек. Ну, как точка D внутри треугольника АВС с вершинами в остальных трех точках. На самом деле, все, что здесь написано, оно тоже справедливо. Вот эти все оценки. Согласитесь. Но другое дело, что тут нет общей точки отрезков АС и БД. И вот, по-видимому, это неравенство, оно никогда не обращается в равенство. То есть нужно эту задачу решать немножко по-другому. Идея, которую я от вас тоже услышал, и сама по себе полезная лемма, которую можно сюда вынести отдельно, еще так зафиксировать список полезных лемм, которые часто используются. Если у вас вот такая конфигурация, точка Y лежит внутри треугольника АВС. На этой картинке длина ломаной АВС меньше, чем длина ломаной АВС. Ну, то есть верно следующее неравенство. Это хорошо такой известный факт. Но его можно доказать, если уж нужно доказывать, скажем, продлением этого отрезка. И далее вместо ломаной АХБ можно взять ломаную А, вот эта новая точка ЗБ. От этого, как мы видим, периметр этой ломаной может только уменьшиться. Ну, еще раз там от ломаной АЗБ, аналогично придем к ломаной АЮБ. То есть так доказывается эта штука. А вообще между нами, говоря, для любых выпуклых фигур, верно, следующий общий факт. Периметр внутренней выпуклой фигуры, если одна выпуклая фигура накрывает другую, ну, скажем, один выпуклый многоугольник накрывает другой выпуклый многоугольник, то периметр внешнего всегда больше, чем периметр внутренний. Ну, больше или равен, если допустить совпадение. Эту задачу можно тоже таким красивым трюком решить. Продлевать стороны внутреннего многоугольника и сокращать периметр внешнего многоугольника. Еще отрезать и сокращать периметр внешнего. И пока мы не отрежемся до того, что останется у нас один внутренний многоугольник. Ну, это некоторое отступление. Ну, чтобы понимать, что вот эта конструкция, это, конечно, частный случай более общего факта о двух вложенных друг друга выпуклых многоугольников. Идея, возвращаемся к задаче. Вот если у вас точка Х расположена так, что, допустим, рассмотрим случай, что треугольник B, X, C накрывает целиком треугольник B, D, C. Тогда мы можем применить вот эту вот лему и сумму длин отрезков X, B и X, C оценить через B, D и D, C. То есть сумму вот этих длин мы оценили. А для суммы оставшихся длин X, A и X, D применим обычное неравенство треугольника больше или равно AD. Второе неравенство превращается в равенство тогда и только тогда, когда X живет на отрезке AD. А в этом случае первое неравенство иногда превращается в равенство только тогда, когда X совпало с D. Правильно? Если X, ну где-то, значит, если X здесь совпало в этой лемме Y, то здесь будет равенство. А если строго, ну, поймите, если X лежит строго внутри отрезка AD, то тогда будет неравенство строгое. То есть на самом деле, суммируя, наша сумма расстояний больше или равна AD плюс BD плюс DC и равенство достигается тогда и только тогда, когда X совпадает с D. мы разобрали первый случай, когда треугольник BXC накрывает именно треугольник BDC, но уже закрадывается некоторое подозрение, что на самом деле наша сумма принимает минимальное значение, когда X просто совпадает с точкой D. Ну, там одно из расстояний равно нулю, да? А остальные расстояния, вот они, вот наша оценка. Остается только понять, как остальные случаи разбираются. Ну, на самом деле, если вы посмотрите на картинку, остальные случаи аналогичны. вот разобьем нашу плоскость на области в соответствии с расположением точек ABCD. Давайте продлим отрезок CD за точку D и отрезок BD за точку D. Если X лежит в указанной синей области, да, вот в этом угле, то мое решение замечательно проходит, согласитесь, потому что как раз будет треугольник BXC накрывать треугольник BDC. Угу. То есть я полностью вот это вот решение применю, и все получится. Ну, а дальше ясно, да? То есть аналогично, если я нахожусь вот в этой области, точка X у меня находится вот в этом угле, получаемым продолжением отрезков AD и CD, то тогда треугольник AXC содержит в себе треугольник ADC. И мы повторим те же самые аналогичные рассуждения, но только цепляясь не за отрезок, B, C, а за отрезок AC. Правильно? Ну, вы понимаете, есть равноправие следующее здесь. И для этого пара углов то же самое повторяете с отрезком AB. Вроде бы задача 3B решена, и ответом является точка D. В ней достигается мин. следующая задача. У нас с вами выпуклый треугольник, в котором угол C равен 90 градусов. давайте так нарисуем. Так, и E середина AB. нужно доказать некоторое неравенство. 2 EC меньше равно AD плюс BD. Как найти путь к решению? Можно рассуждать следующим образом. Действительно, если я зафиксирую конструкцию, которая у меня нарисована на доске сейчас, точку D я могу выбирать более-менее как угодно на этом луче. И вам хочется, чтобы эта сумма расстояний AD плюс BD ну как, можно так рассудить, я буду двигать D так, чтобы эта сумма расстояние была поменьше и все равно мне надо доказать, если мне в этой задаче не врут в условии, все равно мне надо доказать, что сумма этих отрезков не меньше, чем 2CE. еще 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 одно отступление вы вероятно знаете такую задачу AB надо найти такую точку суммы расстояний минимальной вот этой точкой на точку на прямой фиксированной найти точку от которой сумма расстояний до данных точек лежащих в одной полуплоскости относительно данной прямой минимальная Ну и построение этой точки. Вы, вероятно, тоже такие вещи, если даже не в математике, то в геометрической оптике встречали. Построение этой точки ясно после отражения. Ну, благо, для любой точки, лежащей на прямой, длина ломаной АХБ равна длине ломаной АХБ', которая уже оценивается через длину отрезка АБ'. Вот. Это я к чему сказал? Ну, само полезное воспоминание об этой задаче. Ну, а применительно к нашей ситуации, вот эта мысль может натолкнуть на полезное построение. Раз мне тут помогает отражение, вот почему бы мне не отразить, тем более здесь прямой угол. Точку В очень приятно отражать относительно прямой ЦД. Ну, давайте сделаем это построение. То есть создадим точку В'', которая симметрична В относительно прямой ЦД, ну, или относительно точки Ц из-за того, что угол Ц прямой. Теперь что у нас? Теперь у нас что-то должно просматриваться. АД плюс ВД равно АД плюс В' Д в силу симметрии, да, то есть сумма длин вот этих отрезков. И больше ли равна, это неравенство треугольника, отрезку АБ'. Ну, а теперь если внимательно посмотреть на картинку, что-то усмотреть, то все заканчивается. В треугольнике АБ', СЕ, это как раз вот откуда СЕ берется, да, это просто средняя линия. И значит, мы доказали то, что нужно как раз. Ну, другое решение берется, другой вариант решения. Он берется из других соображений. Вот раз у нас есть одна середина, есть середина отрезка АБ. Вот, чтобы тут как-то с этими отрезками разумно обойтись, можно взять еще одну середину, середину отрезка БД, ну, дополнительное построение. И тогда тоже получается очень симпатично, потому что ЕМ, это половина АД, средняя линия, а вот это СМ, это половина гипотенузы в прямоугольном треугольнике БЦД, то есть СМ, это половинка БД. Ну, и тогда у вас все следует из вот этого треугольника. Как раз СЕ меньшее равно сумме длины вот этого оранжевого и голубого отрезка, которые есть половины АД и БД. Другое дополнительное построение, другое решение. Следующая задача весьма трудная, на мой взгляд. Доказать, что не существует двух трапеций, у которых... модуль разности, у которых... Это я уже решение рассказывать. У которых основания одной из них равны, соответственно, боковым сторонам другой трапеции. И, может быть, сходу не ясно, почему, в чем препятствие. Вот если вы помыслите себе, какой-нибудь, скажем, шарнирный четырехугольник. Четыре отрезка, скрепленные шарнирами. Это будет не жесткая фигура, да? Вот треугольник, он будет жесткий. А здесь мы можем какой-то изгибать в шарнирах. И, в принципе, можем привести вот этот шарнир в состояние трапеции. Когда, например, А параллельно С. И вроде не видно препятствий, если я дальше как-то начну его изгибать. А почему тот же шарнир не придет в состояние, когда Б параллельно Д? Вот оказывается, это невозможно. Там будет некоторое препятствие. А секрет, оказывается, вот в чем. Докажем следующую лему, которая сразу же, конечно, решает нашу задачу. Если есть трапеции с основаниями А и С. Давайте, чтобы не мучиться с этими модулями, не ограничивая общность, я буду считать, что С наибольшая из двух оснований. Строго больше, да? Трапеции. А Д больше из боковых сторон. То есть Д больше или равно Б. Тогда утверждается, что С минус А больше Д минус Б. Ну и вот оно, различие между основаниями и боковыми сторонами. Так, оказывается, разность оснований больше, чем разность боковых сторон. Если вам удалось вот такую трапецию сложить, то трапецию с основаниями Б и Д, основаниями Айца, вы никак не сложите, уже будет противоречие этой лему. Как доказать эту лему? Ну, есть ряд таких построений. Если вы с трапецией имеете дело, то часто там, ну, проводят высоты, часто еще что-то делают там, ну, как-то делают из нее треугольник разными способами. Иногда полезно построение, которое вот мы сейчас применим. Отрежем просто параллельно одной из боковых сторон. То есть отрежем от нее параллограмм. Разрежем трапецию на параллограмм и треугольник. Давайте проделаем. Тогда по построению у нас этот параллограмм, значит, вот этот кусочек – это А, вот эта сторона – это Б, ну и в треугольнике сторона С минус А осталась. Вот как раз разность между основаниями у нас уже есть. Запишем неравенство треугольника. Вот для этого треугольника, ну, тут 3 вообще неравенства треугольника. Запишем вот какое. Эта сторона плюс эта сторона больше третьей стороны. Все, оказывается, больше ничего не надо. Мы перенесем минус Б в правую часть. Это то, что нам надо. Минус Б перенесем в правую часть. То есть решение очень простое, конечно, с помощью леммы, но догадаться вот именно до этого препятствия может быть не очень просто. Пойдем дальше и спросим, что же в этом геометрическом листочке делает задача с чисто алгебраической формулировкой. А вот ответ так иногда бывает. Конечно, и алгебра может помочь геометрии. То есть вы берете какую-то конструкцию и применяете какие-то выкладки, считаете, есть вычислительные средства в духе теорем косинусов и так далее. А бывает наоборот. То есть какая-то формула имеет геометрическую интерпретацию, и когда вы ее отыскали, дело сводится к геометрической задаче, которая порой проще. Значит, вот попробуем найти геометрическую интерпретацию вот в этой задаче. Надо доказать, что сумма корней, но они все аналогичны, вот так вот по циклу идет. Почему меньше четырех для любых x, y, z, t из интервала 0,1? Ну, x и единица минус y – это положительные величины. А корень квадратный из суммы квадратов как-то ассоциируется у нас с теоремой Пифагора. Поэтому вот эта вещь – это гипотенуза прямоугольного треугольника. Запишем, что она не превосходит, ну, точно, меньше даже, строго меньше, чем сумма катетов. Я написал просто неравенство треугольников для… А, здесь опечатка просто, да. Правильно? Вот это неравенство я беру из треугольника. Ну и дальше аналогично. Вы складываете все это и получаете то, что нужно. Ну, благо вот сумма этих величин уже получившихся, она равна в точности 4. Ну, конечно, вы можете сказать, первый комментарий, что геометрия тут не очень-то нужна, просто она помогла установить алгебраическое неравенство, которое просто возведением в квадрат доказывается для положительных величин. Такая оценка корня. Вот. Ну, она встречается в разных вариациях. Там корень из АВ меньше, чем корень из А плюс корень из В для положительных величин. Вот. Ничего другого. Просто так более наглядно. Ну, а если вы совсем хотите погрузиться в геометрию в этой задачи, хотя можно еще раз и без геометрии вовсе обойтись, можно такой нарисовать квадрат и еще более прозрачную интерпретацию. Квадрат со стороной единицы, а дальше по циклу вот так отложить точки, чтобы длины отрезков равнялись там как раз нашим Y, X, Y, Z и T. И тогда интерпретация нашей суммы – это периметр четырехугольничка, вписанного в единичный квадрат. Ну, еще раз повод вспомнить нашу лему о периметрах вложенных фигур, да? Вот этот периметр выпуклого четырехугольника меньше периметра внешнего. Вот о чем это неравенство с геометрической точки зрения. Следующая задача, ну, я бы назвал ее даже не задачей, а такая вот как теоретический факт, как бы вот эту задачу в копилку к нашим ходовым вспомогательным фактам, который часто используется. Я бы назвал ее такая настоящая теорема о средней линии четырехугольника. Мы знаем теорему о средней линии трапеции, да, ее свойства. Но на самом деле вот даже нету задачи. А вот следующий факт я бы назвал теоремой о средней линии четырехугольника настоящей теоремой. Пусть k и m середины противоположных сторон, a, b и c, d, Тогда утверждается, что просто векторная теорема о средней линии. Вектор k, m – это полусумма векторов противоположных сторон. Вот этот вектор является суммой. А дальше наша задача является прямым следствием, да? То есть тогда по неравенству треугольника для векторов, ну оно как выглядит для векторов, что если длина суммы векторов не превосходит суммы длин векторов. Это тоже вариант неравенства треугольников, когда вы откладываете там векторы a и b один за другим, чтобы получить сумму. Ну, прежде чем доказать эту мини-теоремку, мы полюбуемся на частные случаи. Вот, например, если реально вы не четырехугольник, а такой треугольник, вот точки a и b совпали, ну и k совпало с их серединой, это получается известный вам факт о медиане треугольника, да? О том, что медиана треугольника — это полусумма, ну вектор медианы полусумма векторов сторон, ну откуда можно неравенство для медианы получить, да? медиана по длине не превосходит полусуммы прилежащих сторон. То есть это все погружается, вот это вот погружается, как частный случай. Эту задать как такой предельный случай, когда точки a и b склеились. Ну, если a, b, c, d трапеция с b, c параллельно a, b, то наше векторное равенство превращается в теорему о средней линии в обеих ее частях, так что основание средней линии параллельно основаниям, да? И равна полусумме их. То есть вот эта штука, она очень сильно обобщает теорему о средней линии трапеции, если хотите. Так, ну раз написаны векторы, значит я попробую доказать это равенство тоже техникой векторов. Можно сделать так. Вектор k, m вычислить, обойдя по контуру k, b, c, m. А ради равноправия, да, вот обойдя и по другому контуру. Теперь хочется сложить. И получить вот из-за того, что середина, да, k, b и k, а, они сейчас у нас уйдут, вот эти вот векторочки. И по аналогичной причине c, m и c, d, они просто сократятся, и у вас останется то, что надо. Остается разделить пополам. Все, доказана вот эта теоремка, но вместе с ней решена задача. Ну и еще раз мы ее вот расхвалили. Достаточно мощная штука, потому что смотрите, как она покрывает, как жалкий частный случай, еще раз теорему о средней линии трапеции. И последний комментарий про эту конструкцию, про эту теорему. Вообще говоря, я даже нигде не пользовался, что эти точки, а, b, c, d, лежат в плоскости или нет, да. Я пользовался просто векторными равенствами. То есть тот же самый факт будет у вас верен, если точки, а, b, c, d не на плоскости, а в пространстве, там, скажем, вершины тетраэдра. И вы получили векторное выражение такой средней линии в тетраэд, да, вектора, который соединяет середины противоположных ребер. То же самое верно, когда четырехугольник, а, b, c, d, там, какой-нибудь самопересекающийся. То есть это чисто векторная такая штука. Если вы уж прямо очень не хотите с векторами эту задачу доказывать, ну, можно промоделировать работу с векторами какими-то дополнительными построениями. Например, конструкцию k, b, c дополнить до паралограммы. То есть или, иначе говоря, вектор b, c вот так вот параллельно перенести. То же самое вектор А, d можно параллельно перенести, чтобы он рос из точки k. Ну и тогда вот здесь вот доказать, что на самом деле полученные новые точки, m будет серединный отрезок. То есть я не буду дальше говорить. Это схема некоторого геометрического доказательства, формально не использующего вектора. Так, и еще одна не очень простая задача с изящной формулировкой и простым решением, но догадаться, по-моему, не очень просто. Если не знать какие-то характерные приемы. Я начну со следующей известной вам присказки. В прямоугольном треугольнике мы понимаем, медиана из прямого угла равна половине гипотенуз. Иначе говоря, да, точка вершина прямого угла лежит на окружности с центром в середине гипотенуз. А вот если вы, например, имеете тупоугольный треугольник на этой же картине, это означает, что точка у вас на той же картине с диаметром АВ третья вершина попадает внутрь окружности. Это будет означать, что угол АСВ тупой. В этом случае длина медианы меньше половине противоположной стороны. И это условие характеризует тот факт, что угол треугольники тупой. Наоборот, да, если вы провели в треугольнике медиану и поняли, что она меньше, чем половина противоположной стороны, вы делаете вывод о том, что угол тупой. Может быть, вам будет более комфортно понять этот факт следующим образом. Когда проводят медиану, часто ее продлевают с целью получить параллограмм. И вот давайте смотреть на наш параллограмм. Предположим, одна диагональ АВ больше другой диагонали СД. Это чему будет соответствовать? Какой из углов параллограмма тупой? Ну, угол напротив большей диагонали в параллограмме тупой. То есть это все родственные факты. Мы поговорили, а теперь о нашей задаче. У вас описанная трапеция. И вот оказывается, в такой трапеции тоже какое-то неравноправие между основаниями и боковыми сторонами. Основания АД и ВС. Но, соответственно, боковые стороны не параллельны. Надо доказать, что угол, именно вот этот между диагоналями, угол тупой. Надо доказать, что угол АД больше 90 градусов. Давайте. 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 Продолжение следует... 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 Неравенство можно продолжить в эту сторону, как неравенство треугольника КЕ плюс ЕЛ больше, чем КЛ. Правильно? Причем знак тут строгий, потому что точка пересечения диагонали не лежит на средней линии. Понятно почему? Средняя линия делит, любой отрезок делит, скажем, диагональ в отношении 1 к 1, а точка пересечения делит в отношении оснований, длин оснований трапеции. Это я объяснил, почему здесь знак строгий, неравенство. С другой стороны, пора использовать, что четырехугольник наш описанный, значит, сумма противоположных сторон равны. Эта описанность ABCD у нас сработала. И, наконец, здесь у меня нарисовалась сумма оснований, полусумма оснований, это длина средней линии. И как-то неувязочка КЛ больше, чем КЛ, мы получили противоречие. Ну, значит, наше предположение о том, что АБЕ, вот он, больше или равен 90 градусов, оно неверно. Другие подходы, ну, вот во всех разумных решениях, которые я знаю, так или иначе, как-то ловится вот этот угол между диагоналями. Ну, другой вариант, вот откуда еще угол между диагоналями поймать? Вот если вы отметите середины всех сторон трапеции, то, ну, из-за средних линий, треугольники, вы получите такую известную штуку, да? Это не только для трапеции, для произвольного четырехугольника. Такой параллограмм, параллограмм Вориньона с вершинами в серединах сторон. Его стороны параллельны диагоналям и составляют половинку от диагонали. И тогда возникает вот вопрос следующий. Доказать, что в четырехугольнике с вершинами в серединах сторон, вот в этом параллограмме, да, именно тот угол, который нас интересует, тупой. А для этого, как мы знаем уже, надо сравнить длины диагонали этого параллограмма. Ну, вот вы можете, как упражнение, довершить вот этот подход с четырехугольником Вориньона. Некоторая модификация, ну, вариация на рассказанное решение. Давайте сделаем небольшой тайм-аут, да? После которого уже в комбинаторную, в более комбинаторную геометрию двинемся. Давайте переместимся на клетчатую бумагу. Да, на четырехугольник. Все вершины которого узлы, ну, вам проще нарисовать в тетради в клеточку, да, узлы. Клетчатые решетки. И нет параллельных сторон. То есть АВ не параллельно ЦД, ВС не параллельно АД. Надо понять, что внутри вот этого четырехугольника есть еще хотя бы один узел. Чего у вас похоже на параллельный. Откуда брать этот узел? У меня есть несколько соображений, которые помогают в отыскании узла. Одно из них вот какое. Вот если у вас есть какой-то вектор, начало и конец которого узлы решетки, целочисленные точки. Точки с целыми координатами. То возьмете любой узел и отложите этот вектор. Конечно, он придет у вас тоже в узел. Ну, иными словами, если у вас есть три узла, вот такой треугольник, да, то конструкцию можно замкнуть до параллограммы, тогда четвертая вершина параллограммы, очевидно, тоже является узлом. Понятно, да? Теперь как отыскать вот эту вот... Оказывается, это возможно. Отыскать нужную вершину параллограммы. Ну, раз стороны не параллельны, значит, не умаляя общности, я буду считать, что лучи B, C и A, D пересеклись. То есть точка пересечения на этой стороне на продолжении B, C за точку C и на продолжении A, D за точку D. Ну, и аналогично можем предполагать, что лучи A, B и D, C пересеклись. Вот, какие-то возникли точки пересечения. Вот, из этой конструкции уже более понятно, откуда брать четвертую вершину и какой тут параллограмм достраивать. То есть возьмем вот это вот CD и через B проведем прямую параллельную CD. Я утверждаю, что она пересечет именно отрезок AD, а не его продолжение. Ну, давайте посмотрим на вот этот вот элемент A, X, D, чтобы стало все очевидным. Треугольник A, X, D у нас есть. И я что делаю? Я через точку B на его стороне провожу прямую. Она пересечет, ну, действительно, в сторону. Параллельно противоположной стороне провожу. Она пересечет в сторону AD, а не продолжение. Хорошо. Ну, и теперь вот осталось у меня вот это параллельное. Осталось у меня трапеция CD. Как ты эту точку назовем? Т, B. От которой аналогичным образом тоже, наверное, что-то надо отрезать. Через точку D посмотрим на вот этот элемент. Теугольник B, T, Y. Через точку D на его стороне проводим прямую параллельную B, Y. Теугольник, возникает еще одна какая-то точка. Ну, важно, что эта точка внутри отрезка B, T, а тем самым внутри четырехугольника A, B, C, D. Значит, что же мы натворили? Мы достроили треугольник B, C, D до параллограммы. Точка S попала внутрь. Вот она будет целочислена. С целыми координатами. Ну, всем понятно, я думаю, что вот этот выбор B, C, D, он не случайен. То есть выбор именно вот этой вот вершины C, он обусловлен конструкцией. То есть мы стартовали с того, что предположили, что лучи B, C и A, D именно пересеклись. И лучи A, B и D, C. И вот тогда вот именно треугольник B, C, D хорошо достраивается. Точка получается внутри. Если вы попытаетесь в произвольный там треугольник достроить, например, B, A, D в этой конструкции, это понятно, четвертая вершина параллограммы может уехать далеко вне четырехугольника A, B, C, D. Задача решена. Но, к слову, про целочисленные точки, про узлы решетки, если вы хотите. Вот что еще можно пытаться делать, когда вы ищете целые точки? Неплохо брать середину отрезка. Если у вас есть две точки с известными координатами, то координаты середины отрезка – это полусумма. Но вот, к сожалению, это не всегда целая точка. Но иногда бывает целой точкой. Если иксы одной четности и игреки одной четности. Вот, например, такая задачка. Если бы у вас было пять точек целочисленных на координатной плоскости, то уже обязательно вы могли бы выбрать из них две точки, такие, что у них иксы одной четности, игреки одной четности. Вот по принципу Дерихли. И тогда уже середина отрезка между этими точками была бы целочисленной точкой. Ну, там, правда, это не совсем решает задачу даже для пятиугольника выпуклого, потому что, может быть, на стороне эта точка. Ну, немножко еще повоевать там с этим придется. Но как идея, откуда получать хорошие точки, понимаем координаты середины отрезка. Хорошо. Совсем комбинаторно-геометрическая задача номер 10. У нас есть 10 точек общего положения. Значит, никакие три из них не лежат на одной прямой. Ну, вот я 10 не буду, сколько-то отметил. Надо эти точки в пункте А соединить ломаной, чтобы каждая точка выступила вершиной этой ломаной. И эта ломаная не была самопересекающейся. То есть, если я начну, вот как-то стартую с некоторой точки, соединять их друг за другом, вот так вот хаотично, нумеровать и вот какую-то ломаную соединил, то, возможно, будут точки самопересечения, а нам хочется построить несамопересекающийся ломан. У этой задачи есть решение из серии «всё и сразу», то есть самый лучший вариант, конструкция, которая работает всегда. Можно подобрать ось, назвать её ось «Х», подобрать систему координат, но достаточно только ось «Х», чтобы все точки имели разные проекции, разные «Х» координаты. Ну, понятно, да, почему? Достаточно, вот из моей картинки видно, что достаточно проследить, чтобы эта ось не была перпендикулярна ни одному из направлений, соединяющих пары точек. Поскольку таких направлений конечное число, мы можем такую ось, подходящую, выбрать. Ну, а теперь ясно, вот можно как-как соорудить нашу несамопересекающуюся ломану. Просто соединить все точки в порядке увеличения координаты «Х». Почему не будет самопересечения? Да потому что просто проекции наших отрезков, они не пересекаются друг с другом, да? Они идут вот так вот последовательно друг за другом. В пункте «Б» условия сильнее, и надо построить, это тоже всегда возможно, замкнутую ломаную. Если я попробую вот эту вот конструкцию применить для решения пункта «Б», то меня здесь ждет неудача, потому что вот замкнутые ломаны уже тут вот, может быть, сколько точек пересечения. Можно модернизировать эту конструкцию, но можно пойти еще, я расскажу совсем другое решение, которое начинается с произвольной конструкцией, пусть даже самопересекающейся ломаной. То есть вот этот пример был хорош из серии «Все и сразу получи», но бывает так, что сначала сделай как-нибудь, а потом по шагам улучшай и потихоньку по шагам приходи к искомой конструкции. Вот давайте попробуем что-то в этом роде сделать. Вот я иду просто и нумерую мои точки как-нибудь. Ну, эта нумерация определяет замкнутую ломаную. Я пронумеровал точки первую, соединился второй, с третьей, с четвертой. Это все очень хорошо, за исключением того, что все плохо, потому что, возможно, какие-то самопересечения. Но тогда я не остановлюсь на этом и буду немножко изменять нашу ломаную. Вот, предположим, я увидел два звена, которые пересекаются. Какая естественная мысль нас может посетить в этот момент? Например, комбинаторно это выглядит вот так. Пусть некоторые звенья А, Б и Ц, Д пересекаются. Вот мы шли по ломаной по звену Б, потом шли-шли-шли-шли-шли-шли-шли-шли-шли. Пришли в звено С, потом Ц, Д, потом шли-шли-шли-шли-шли-шли. Вот наши замкнутые ломанные, но в которые звенья А, Б и Ц, Д пересекаются. Какая мысль может в этот момент возникнуть? Как исправить это пересечение? Давайте попробуем заменить пару А, Б, Ц, Д на пару, то есть вот эту пару звеньев сотрем и заменим ее на пару А, Ц, Б, Д ну так, чтобы, смотрите, вместо подсоединения А, Б, Д, Ц вот я прошел по звену Б, потом по этому куску ломаной. А теперь я наоборот иду от А в Ц и в обратную сторону по этому контуру ломаной возвращаюсь в Б и затем перехожу по мосту Б, Д обратно, да то есть я перестраиваю нашу ломаную она по-прежнему остается замкнутой не самопересекающейся стираю вот эти пересекающиеся звенья А, Б и Ц, Д заменяю их на не пересекающиеся Ну, вы можете эту программу легко подарить компьютеру, да то есть программа очень простая соедини сначала как-нибудь звенья получи замкнутую ломаную увидел некоторую пару пересекающихся звеньев перестрой еще увидел следующий шаг еще перестрой еще увидел и так далее но будет ли это решением задачи да, да вопрос почему, например, эта программа не будет продолжать работать бесконечно долго ну, все время новые ломаные мы вряд ли сможем получать потому что, ну всего нумерации конечное число правда же а вот почему эта программа не все равно не будет работать бесконечно долго потому что какой-то пойдет по циклу то есть какая-то ситуация возьмет и повторится дважды вот это совершенно непонятно или вам понятно ну, вопрос такой пока открытый то есть программа действий заявлена а вот почему она когда-нибудь закончится это вопрос открытый если закончилось ну, хорошая новость состоит в том что если мы остановились и не можем выполнить нашу процедуру то мы достигли цели правильно? потому что уже нет пар пересекающихся звеньев если бы было пара, мы бы снова вот сделали перестройку итак, вопрос почему наши перестройки в конце концов не пойдут по циклу давайте посмотрим внимательно на вот этот элемент есть еще одно неравенство которое ну, тоже надо занести в рацион таких классических неравенств наряду там с неравенством треугольника в выпуклом четырехугольнике сумма длин диагоналей больше, чем сумма длин пары противоположных сторон на этой картинке АВ плюс СД больше, чем АС плюс БД понятно почему? если вы примените неравенство треугольника в двум этим треугольникам и сложите то получите ровно то, что надо это доказательство Леммы а теперь почему эта Лемма с неравенством поможет нам в нашей задаче? потому что именно она и поможет почему наша процедура не может зациклиться через несколько шагов? потому что мы сумму отрезков заменяем на более короткую тем самым в процессе наших операций длина ломаной уменьшается, строго уменьшается то есть, что умными словами мы нашли такой полуинвариант величину, которая уменьшается при преобразовании а значит, как мы можем зациклиться то есть, мы ломаную, которую мы встречали на каком-то предыдущем шаге уже никогда не увидим потому что длина ломаной все время с каждым шагом строго уменьшается вот такое решение не получилось сразу получилось по шагам я хотел рассказать это решение это не значит, что нету решения задачи 10b в духе все и сразу возможно, вам понравится следующее решение которое я уже расскажу в отличие от предыдущего за минуту рассмотрим наши точки откуда брать замкнутую ломаную давайте вот так натянем резиночки на крайние точки то есть, что называется возьмем выпуклую оболочку конструкции и возьмем произвольную точку внутри выпуклой оболочки дальше выпустим лучи можно для простоты выбрать эту точку с тем расчетом, чтобы никакие направления не совпали а дальше делать нечто наподобие нашего забора только по циклу обходить направление наших лучей просто смотрим из вот этой точки и какие вершины встречаем по кругу соединяем получится замкнутый ломан немножко попроще, чем то решение предыдущее но, во-первых, не всегда додумаешься до самого простого а во-вторых, я хотел все-таки вот эту лемуку чтобы она у нас где-то встретилась она очень важное значение имеет и, как видим, и в комбинаторных задачках вот эта вот перестройка одной пары на другую она очень часто помогает хорошо следующая задача про покрытие четырехугольника кругами есть очень старая классическая задача на этот счет я с нее начну если у вас произвольный четырехугольник и вы на сторонах, как на диаметрах построили круги утверждается, что эти круги покроют весь четырехугольник вот это все очень здорово только, когда вы решаете эту задачу как-то никакого удовольствия анализировать эту конфигурацию не доставляет потому что уже четыре окружности достаточно для того, чтобы там возникло море случаев какие окружности там какие тут кусочки как это все делится то есть совершенно с этим непонятно как по-простому совладать а эта задача, оказывается, решается вот каким изящным способом я не буду это сложно анализировать все это покрытие что значит во-первых четырехугольник покрыт кругами это значит каждая точка его покрыта каким-то кругом это первое важное соображение то есть я не буду заниматься полной конфигурацией я докажу что каждая точка покрыта каким-то кругом а как это сделать как понять, что точка покрыта кругом, построенным на отрезке АВ как на диаметре надо понять, что этот угол тупой АХВ угол ну не острый если он больше или равен 90 градусов значит наш вот этот шаблон полукруг там или круг построенный на АВ как на диаметре покрыл нашу точку и дальше из вот этой монстрообразной конструкции мы получаем решение в одну строчку у нас есть четыре угла АХВ В сумме 360 градусов один из них наоборот больше или равен 90 вот выберем этот который больше или равен 90 значит соответствующий шаблон его покрывает задачу, которая у нас в листке под номером 11 в этом же духе у вас есть в произвольной точке К, Л, М, Н на сторонах и у вас рассматриваются вот такие вот окружности одна вершина и две вот эти новые точки четыре круга покрывают весь четырехугольник давайте поймем про один круг когда он накрывает точку Х давайте поймем когда круг заданный окружностью К, Б, Л содержит внутри себя точку Х покрыт кругом К, Б, Л тогда и только тогда если вы подумаете опять про величину углов когда угол К, Х, Л меньше чем 180 градусов минус угол К, Б, Л ну то есть минус угол Б меньше или равен тогда на границе на границе как раз сумма равна 180 не совсем хорошо я говорю да то есть наверное да не совсем я хорошо говорю здесь точка Х ну должна лежать вот в этой полуплоскости относительно К, Л то есть Х и Б лежат в разных полуплоскостях относительно К, Л и только в этом случае тогда я правильно сказал тогда сумма углов К, Б, Л и К, Х, Л должна быть сейчас покрывает значит больше да наоборот больше или равно покрывает значит спасибо больше или равно вот тогда как же мы оформляем решение задачи ну во первых чтобы не мучиться с вот этим случаем где там по какую сторону лежит точка Х мы сразу можем сказать что нас интересует только внутренность четырехугольника К, Л, М, Н потому что вот этот вот треугольник К, Б, Л он весь покрыт ну своей окружностью своим кругом он уже покрыт то есть будем считать чтобы не влезать вот эти вот случаи взаимного расположения достаточно считать достаточно разобрать случай когда Х точка лежит внутри четырехугольника К, Л, М, Н давайте тогда от противного пусть если Х не покрыто кругами тогда вот этот угол К, Х, Л он меньше чем 180 градусов минус угол Б четырехугольника да теперь вы понимаете сейчас все вырисовывается аналогичные вещи мы запишем относительно всех других вершин угол Л, Х, М меньше 180 минус угол С угол М, Х, М меньше 180 минус D угол Н, Х, К меньше 180 минус угол А ну и тогда складывая это все вместе мы получаем с одной стороны полный круг а здесь сумма углов четырехугольника даст 360 и мы тоже получаем противоречие до 360 меньше 360 в последней паре задач которые мы хотим обсудить очень важным соображением является так называемый принцип крайнего дело в том что в комбинаторной геометрии очень много задач связаны с произвольным расположением точек отрезков многоугольников и как начинать рассуждение если вы работаете с произвольной конструкцией вот иногда очень важно привязаться к какому-нибудь объекту который в некотором смысле крайний ну в разных задачах крайний может означать разное например отрезок самый длинный среди множества отрезков вот он в некотором смысле выделенный крайний угол наибольший или наименьший среди там какого-то множества углов треугольник наибольшей площади среди конечного числа данных треугольников и так далее то есть вот вариантов этого понятия может быть масса ну давайте посмотрим как это может нам помочь в решении следующей задачи есть описанный многоугольник надо найти у него три стороны три отрезка из которых можно составить треугольник надо доказать что у него есть три отрезка из которых можно составить треугольник откуда взять давайте посмотрим ситуацию покрупнее нарисую допустим у вас идут три последовательных стороны многоугольника описанного вот вы смотрите на точки касания когда вы отметили равных отрезки касательных равные отрезки касательных с точки B и с точки C то есть вы отрезок BL можете перебросить вот сюда на эту касательную BK отрезок CL сюда M CL равно CM и вы видите что в сумме два отрезка AB плюс CD это больше чем BK плюс CM которые в сумме составляют BL плюс CL равно BC то есть простая игра вот с переброской касательной показывает следующее что из трех подряд идущих сторон сумма первой и третьей больше чем сумма вот сторона чем сторона между ними но этого мало да потому что ну что значит составить треугольник из трех сторон это значит должны должны вроде бы три неравенства треугольника быть выполнены как нам из этой ситуации выбраться как закончить решение пользуясь только вот этой леммой еще раз мы доказали лему что из трех последовательных сторон аббц цд выполнено неравенство такое неравенство треугольник это три но если вы знаете упорядоченность сторон то достаточно потребовать вот этого неравенства а плюс б больше ц чтобы две наименьшие стороны были больше наибольшие и тогда уже из трех отрезков длин абц положительные длины из трех отрезков абц тогда уже можно составить треугольник согласны какая же теперь идея нам приходит на ум как вот это рассуждение закончить вот в качестве бц взять самую наибольшую сторону наибольшая сторона многоугольника описанного вот он принцип крайнего мы взяли в некотором смысле вот эту выделенную сторону наибольшую как это нам поможет еще раз а вот все уже и сделано тогда то есть мы обнаружили пару сторон соседних с ней которые в сумме дают больше нее ну раз она наибольшая значит этим все закончено отрезки абц сами по себе не превышают бц без этого соображения непонятно как откуда искать треугольник с этим соображением смотрите как все просто завершилось ну и немножко похожая идея на задача хотя совсем другая по формулировке перед вами выпуклый пятиугольник ну во всяком выпуклом пятиугольнике можно создать такую вот пятиконечную звезду рассмотреть 5 его диагонали надо доказать что из каких-то трех диагоналей можно собрать треугольник с каких-то трех диагоналей можно сделать треугольник на картинке много визуально тут треугольников можно усмотреть например если вы возьмете одну диагональ и два кусочка других диагоналей это не полные диагонали а вот даже кусочки то из них уже составляется треугольник это означает если вы тут обозначите вершины что ад диагональ меньше чем обозначим х точку пересечения ац и бд что тем более меньше чем ац плюс бд для каждой диагонали вот например для ад я готов указать пару других диагоналей которые в сумме дадут больше чем эта диагональ помогите завершить рассуждение да это еще мало но вот если в качестве ад мы возьмем наибольшую из всех диагоналей очень изящно посмотрите то тогда вот этого неравенства уже будет достаточно чтобы заявить что из отрезков а.д. а.с. б.д. можно составить треугольник действительно а.д. по нашему выбору больше или равно чем а.с. больше равно чем б.д. ну кажется мы завершаем как раз б.д. повод а 항 а а а а Субтитры создавал DimaTorzok